МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Итоги недели подведем в ближайшие полчаса. Марина Комиссарова с вами. Смотрите в выпуске. Для моста-дублера через АКУ выбирают место. Стартовали электронные торги на подготовку проекта. Подпольные игры. В Скопине правоохранители пресекли деятельность двух казином. Будьте бдительны на дорогах. Сотрудники ГИБДД продолжают регулярные рейды. Для нового моста через АКУ вскоре выберут подходящее место. О том, что мосту быть на своей странице в Инстаграм сообщил губернатор региона. Согласно информации в аккаунте Николая Любимова, стартовали электронные торги на сайте госзакупок на подготовку обоснования инвестиций строительства моста. Это означает, читаем на странице губернатора, что началась реальная работа по реализации важнейшего для региона проекта. В том же посте указана начальная стоимость контракта 99,5 млн. рублей, которые выделят из областного бюджета. За эти деньги должны обосновать эффективность капитальных вложений в инвестпроект, назвать сроки строительства, место размещения объекта и технические характеристики моста. Заявки от потенциальных подрядчиков намечены рассмотреть в конце ноября-начале декабря текущего года. Работы по подготовке обоснования инвестиций начнутся с момента заключения контракта. Примерная стоимость проекта строительства составит 6,6 млрд. рублей. Работы пройдут в два этапа и продлятся до лета 2021 года. По предварительным данным, мост соединит между собой дорогу от Шумыша до Спаска и путь от Дядькова до трассы М5. По мнению специалистов, новый мост, построенный с привлечением средств федерального бюджета, существенно разгрузит рязанские дороги и улучшит транспортную ситуацию. Переходить дорогу по пешеходному переходу и смотреть по сторонам – это только часть основных правил дорожного движения, однако соблюдают их далеко не все. Для того, чтобы забывчивым пешеходам о правилах этих напоминать, сотрудники госавтоинспекции проводят регулярные рейды под названием «Пешеход». Первые минуты рейда госавтоинспекции и уже есть нарушитель. Водитель не пропустил пешехода, видимо, очень спешил. Теперь ему грозит штраф и придется задержаться для заполнения необходимых бумаг. Он выбежал, где он шел? Он выбежал и остановился. Я лежу вон в стороне уже взялся. Откуда он взялся? Что же я не пропустил бы его, что ли? Водитель сказал, что обычно пешеходов стараются пропускать, но сегодня получается день не тот. А за то, что пешехода не пропустил, ему выпишут штраф от полутора до двух с половиной тысяч рублей. Для пешеходов суммы поменьше всего 500 рублей за переход в неположенном месте. Можно отделаться предупреждением. За 10 месяцев текущего года на территории областного центра зарегистрировано 213 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в результате которых 16 человек погибло и 215 получили травмы различной степени тяжести. Примерно половина случаев произошла на пешеходных переходах. Сотрудники госавтоинспекции проводят рейд под названием пешеход на регулярной основе. Особенно важно это осенью, когда темнеет рано, а светлеет поздно. В это же время большинство людей уходит или приходит с работы или учебы. В госавтоинспекции напомнили основные правила. Согласно правилам дорожного движения, водитель, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов, переходящих в проезжую часть. В то же время пешеходы являются полноправными участниками дорожного движения, и прежде чем пересекать проезжую часть, обязаны убедиться в безопасности своего перехода. Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы на одежде. С особым вниманием стоит отнестись к этому юным участникам дорожного движения и их родителям. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Сорвать большой куш хотят многие, если не все. Однако сделать это в игорных клубах сложно. Не зря введение игорного бизнеса почти на все территории России запретили еще в 2009 году. Люди и мебель, квартиры проигрывали вере в свой успех. Однако периодически появляются сообщения о подпольных игровых клубах. Так, в Скопине возбуждены два уголовных дела по фактам незаконных организаций и проведения азартных игр. Незаконный игровой зал появился в Скопине. Его организовали на улице Комсомольской, прямо на цокольном этаже многоквартирного жилого дома. В зале установили семь игровых автоматов. Вход был не для всех. Попасть в такой зал могли только представители из узкого числа клиентов, которые были знакомыми организатора. Внутрь их пропускали конспиративно. Игровой зал организовала 28-летняя жительница Новомичуринска. Деятельность незаконного клуба пресекли сотрудники полиции. Правоохранители также пресекли незаконную деятельность еще одной жительницы Новомичуринска, которая открыла игровое заведение по аналогичной схеме в автозаводском микрорайоне Скопина. После проведения компьютерно-технических экспертиз, которые установили, что изъятное полицейскими оборудование является игровым, материалы проверок были направлены в следственные органы для разбуждения уголовного дела. Теперь в отношении двух девушек возбуждены уголовные дела. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренной статьей Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная организация и проведение азартных игр». В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и суммы полученного дохода. Расследование уголовного дела продолжается. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В одном из домов Рязани произошло обрушение потолка. Происшествие случилось в результате выполнения капитального ремонта крыши. В момент обрушения в квартире находились дети. К счастью, никто не пострадал. Подробнее обо всем расскажет Анна Герцовская. Жители дома номер 7, расположенного на проезде Грибоедова, встретили утро 4 ноября под открытым небом. В ходе выполнения капитального ремонта крыши в квартире номер 6 обрушился потолок. Происшествие случилось на кухне примерно в 10 утра после того, как жильцы коммунальной квартиры позавтракали. Двое детей в этот момент спали в комнате. Только ушли мы из кухни. И тут что творилось. Открыл дверь. А тут я думала пожар. Ну и все, дым. Кирпичи валились. Вот эти бревна там какие. Ой, что было. Это видеть надо. Это ужас. Как говорят жильцы, их никто не предупреждал, что в доме начался капитальный ремонт крыши. Паспорта объекта рядом с домом также нет. Когда жильцы поняли, что происходит ремонт, они попытались поговорить с рабочими. Утром я вышла на улицу, предупредила их, что у нас перекрытия деревянные, что у нас крыша деревянная, она может рухнуть. Как говорят жильцы, изначально рабочие побросали остатки старой крыши на землю. Много мусора рухнуло на балконы. В результате падения бревен у жильцов были оторваны телевизионные антенны. Затем рабочие взгромоздили огромный контейнер на крышу. Жильцы уверены, что именно он стал причиной обрушений. Сейчас лампочки, которые были вставлены в подвесной потолок, собраны в одну охапку. Кроме этого, на кухне нет газа. Вот эту газовую плиту нам не велели включать, потому что у нас здесь не ведутся ремонтные работы. Вот, смотрите, вторые сутки у нас висит вот эта сопля. Никто ничего не делает, блин. Детей я не могу привезти. Вот женщина пожилая, она даже не может разогреть себе покушать. Я этим просила, ходила, чтобы разогрели. По словам жильцов, первостепенный разбор завалов на кухне выполнил подрядчик. Теперь граждане ждут обещанного ремонта. Конечно, все будет сделано в лучшем виде. А когда? Ну, перекрытие там уже установили. Ремонт в квартире. Сейчас как бы общаемся с жительницей. Решаем. А как вы думаете, почему произошло вот это вот обрушение? Старый дом, гнилые перекрытия. Старый дом, стоп лет. Несмотря на то, что сейчас дыра на кухне заделана, через нее просачивается дождевая вода. Кроме того, обрушения штукатурки произошли в коридоре квартиры. Также в комнате, где проживают дети, случилось провисание натяжного потолка. На него тоже что-то обрушилось. Пока дети у родственников, и их жизням ничто не угрожает. Однако сами жильцы переживают за свою безопасность. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Годом знакомства со своими обязанностями назвали экологи первые 12 месяцев мусорной реформы в Рязанской области. Появление регионального оператора, с одной стороны, сильно упростило работу коммунальным службам, с другой вызвало у граждан массу вопросов. На некоторые из них ответы ищут до сих пор. Год назад мусорная реформа в Рязани, как, наверное, и в большинстве регионов страны, стартовала с контейнерной войны. Тогда управляющие компании резко убрали свои мусорные баки, и региональным операторам пришлось покупать новые. Сегодня с этим вроде как разобрались, и управляющие компании топор войны закопали. Правда, в сельских поселениях по-прежнему с обустройством площадок беда. Впрочем, по-другому и быть не могло, говорят экологи. Понимание своих обязанностей ко всем только начинает приходить. Люди поняли, что нужно платить, потому что они платят сейчас не только за вывоз нынешних отходов, но и за тот накопленный вред, который уже лежит в природе, и нужно не санкционированные салки вывозить. Бизнес, это региональный оператор понял свои обязанности, и наконец-то определились с тем, что входит в состав ТКО, потому что очень много было споров. Поэтому по поводу власть, местные управляющие компании, ТСЖ, администрации города, министерства профильные, они обязаны обеспечивать контейнерные площадки в должном виде, привезти их, уже были тоже к 1 ноября этого года, и обеспечивать информированность населения. К утвержденному тарифу 95 рублей с человека рязанцы пустись неохотой, но начали привыкать. Хотя претензии по взиманию двойной оплаты у собственников нескольких квартир все еще в силе. Ну и, конечно, возмущены мелкие арендаторы крупных торговых центров. Их заставляют платить, по сути, за услугу, которой нет. Но регоператор на это невозмутимо листает законами. Уровень собираемости позволяет ему говорить на стримах о некоем развитии и строить масштабные планы. В декабре-январе мы закупили дополнительно 7 единиц спецавтотехники для вывоза крупногабаритных отходов. Это 3 бункеровоза и 4 машины с гринферным захватом. Причем, ориентируясь на город Рязань, где очень много узких проездов, мы закупали технику малогабаритную, но большой производительность и вместимость. Это Газоннец, Кендай и ряд других фирм. Сейчас хочу сказать, что на линию выходит ежедневно более 130 мусоровозов, которых вполне достаточно, чтобы обеспечить своевременный и полный вывоз СТО полном объеме. В Рязани региональный оператор действительно стартовал бодро. Заморозил тарифы до конца года и даже заявил о полной открытости и публичности, которая, кстати, может сыграть с ним злую шутку. Громкие заявления экологи внимательно отслеживают. Еще один момент – это отсутствие мотивации для физических и юридических лиц по раздельному сбору. Хотя региональный оператор обещал до конца года ввести 270 площадок с раздельными баками для раздельного сбора. Посмотрим еще два месяца, пока есть опасения, что это не случится. Раздельный сбор мусора – европейский опыт. В Рязани его еще предстоит нарабатывать. Вот такие контейнеры должны, по словам руководителя рекоператора, стоять повсеместно. Отдельно пластик, картон, стекло. Таким обещаниям люди по-прежнему верят. Пока. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». Жильцы одного из домов, расположенного в поселке Ворошиловка, годами борются с соседом, который захламляет свою квартиру. В данный момент людям удалось добиться принудительного выселения гражданина. Однако он продолжает приносить мусор в муниципальную квартиру. Тараканы и очень неприятный запах – это то, с чем можно столкнуться уже в подъезде дома, номер 2, корпус 2, на улице Старореченской. Как говорят местные жители, их сосед из 42-й квартиры на протяжении нескольких лет приносит мусор к себе домой. Тут можно встретить самые различные предметы – от скопления микроволновок, остатков еды до детских и женских вещей и шляпы для пчеловода. В этом году соседям удалось добиться вывоза мусора из этой квартиры с помощью родственников проблемного соседа. Просто попросили сына вывезти 8 КамАЗов в марте месяце. Вот. Ну вот и сейчас опять там уже 8 КамАЗов. Все несет с помойки, все тащит. Отсюда тараканы и вонищи. Мы живем как на свалке. Недавно через суд жильцам удалось добиться выселения Александра Дорофеева из квартиры, которая, по словам жильцов, была выдана ему когда-то заводом. Теперь это муниципальная собственность. Сам Дорофеев получил другое жилье, однако он продолжает приносить мусор в квартиру, на которой уже больше года нет замка. Ключей от подъезда у гражданина также нет. Как он проникает в подъезд, никому неизвестно. Он приходил несколько дней назад, звонил в домофон, просил открыть, но я ему не открыла. Также приходили судебные приставы, листочек ему оставляли. Мы ему передавали листочек, то есть не конкретно ему, а в дверь ему положили. Не знаю, видел он его или нет, но суть была в листочке написана, что об его выселении. Жильцы хотят только одного – избавиться от Александра Дорофеева. Они говорят, что он ведет аморальный образ жизни. А все тараканы и запах проникают к ним в квартиры. Он навсегда бродяжничал. Уже в течение трех лет, как жена погибла, он вообще весь спился, не работает. Еще плюс животных водит. Он собачек, кошечек приведет, бросит их, закроет их и уходит. Они скулят. Ни одна из инстанций пока не приняла меры по пресечению проникновения Дорофеева в его бывшую квартиру. Сами жильцы уже не знают, куда обращаться. Я бы посоветовала соседям обратиться в администрацию города, поскольку эта квартира является муниципальной. И здесь необходимо, конечно, поменять ключи, перекрыть доступ бывшего квартиросъемщика в такую квартиру и дальше уже как-то расчищать вот эту территорию. По сути, Дорофеев в настоящее время нарушает закон, посещая эту квартиру. Жильцы могут в следующий его визит вызвать полицию для того, чтобы зафиксировать этот факт. Здесь будет уголовная статья, уголовное наказание можно поднести, поскольку он совершает преступление. Это проникновение, незаконное проникновение в жилище, поскольку есть судебное решение, по которому он уже не проживает в данной квартире. Однако застать бывшего соседа людям непросто. Они говорят, что свои проникновения в квартиру Дорофеев в основном осуществляет ночью. Стоит сказать, что существуют более кардинальные меры для того, чтобы люди оградили себя от бывшего соседа. Психиатры характеризуют такое накопительство, как у Дорофеева, как одно из видов психических расстройств. Такое патологическое, несистематизированное собирательство в основном неиспользуемых вещей называется хординг. Если у вас появились тараканы, запахи и так далее, Роспотребнадзор. Если вы боитесь, что возникнет пожар или еще что-то, что не так редко встречается даже в нашей Рязани, это МЧС. Если человек нарушает каким-то образом и ведет себя уже не совсем адекватно, ругается и так далее, для этого у нас есть полиция. На основании вот этих, скажем, исследований жильцы могут составить коллективное письмо уже в официальную психиатрию, которая даст этому ход, потому что мы не можем никого без оснований на то поместить в психиатрическую больницу. То есть у нас тоже есть определенные законы, которых мы придерживаемся. Теперь многие люди жалеют, что купили квартиру в этом доме. Однако сдаваться соседи не собираются и готовы принять все меры для восстановления чистоты в своем подъезде. Они надеются, что 42-ю квартиру приведут в порядок, и там появятся чистоплотные соседи. В данный момент они уже обратились в прокуратуру. В свою очередь нам сообщили, что вопрос взят на контроль управлением энергетики ЖКХ. Доступ в квартиру будет закрыт, а управляющая компания обещала следить за целостностью замков. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Рязанец изобрел вечный двигатель. Ну или думает, что изобрел. Мечту многих фантастов и идею фикс-изобретателей всего мира удалось воплотить нашему земляку. Что из себя представляет вечный двигатель, как он работает и для чего его можно использовать, узнал Валерий Седов. Металлическое колесо со спицами из ниток. Это и есть вечный двигатель, который изобрел рязанец Евгений Трунин. На первый взгляд колесо вращается без дополнительных усилий. Своё творение изобретатель разрешает нам осмотреть со всех сторон. Проводков и моторчиков наша съемочная группа не заметила. Похоже, колесо вращается само по себе. В воздухе находится огромное количество энергии. При комнатной температуре одна молекула имеет энергию порядка 0,03 электронвольта. Учитывая то, что число Вагадра 6 на 10 в 23-й, то в кубометре содержится примерно 3 на 10 пятой джоуля энергии. И если хотя бы часть отбирать, то это будет какой-то, так сказать, достаточно надежный источник энергии. Евгений Трунин говорит, что перед нами, по сути, вечный двигатель второго рода. Хотя второй закон термодинамики существования такого двигателя и отрицает. Но в этом смысле доказывать ничего не нужно, считает изобретатель. Закон, дескать, действует только на замкнутые системы. А здесь часть колеса находится в комнате, а другая под полиэтиленовой пленкой. Как объяснил Евгений, тут две разные среды. В одной газ в квасе в замкнутом объеме, другая – естественная. На воздухе происходит обмен энергии, из-за чего колесо вращается. И хоть покрути его в другую сторону, оно в скором времени вернется в свое прежнее состояние. Это можно использовать, ну, например, для прокачки воды, для опреснения и вот так далее. То есть она будет работать, эта конструкция, в отличие от, например, солнечной энергетики, и днем, и ночью. Потому что освещение солнцем – это как бы не носит принципиально важного характера. Во время интервью вечный двигатель вращаться почему-то перестал. Оказалось, испарился газ. Но немного усилий, добавление воды и колесо закрутилось вновь. Евгений Трунин добавил, что правильнее будет назвать это изобретение преобразователем энергии – тепловой в механическую. Своё изобретение ученый намерен доработать – установить фитили, которые будут подтягивать воду. Сама идея преобразователя родилась у Евгения еще 30 лет назад, но реализовать ее удалось только сейчас. Осталось его запатентовать как объект авторского права. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Полюбил я туманы и росы. В своей очередной выставке рязанский живописец не случайно предпослал в качестве названия перефразированную строку из стихотворения Сергея Есенина. Художник долгие годы живет и работает рядом с селом Константиново, видит из окон своей мастерской тот же пейзаж, что окружал поэта. Не выпуская кисть из рук в любое время года и в любую погоду, наблюдая разные состояния природы, Анатолий Григорьевич Ларюнин тонко чувствует неразрывную связь и с поэзией Есенина, и с рязанской землей. Тающий весенний снег, вот цветы закаты на деревьях, купола храмов на фоне летнего неба, березы среди рязанских полей. Все это возникает явно перед зрителем, оказавшимся напротив картин Анатолия Ларюнина. У меня возникли какие-то слова «Тихая моя родина» почему-то, вот такая характеристика этой выставки у меня внутри. Я пришел недавно, ну в общем людей мало, шуму совсем почти не было. И вот эта тишина, которая возникает внутри меня, вот она передалась мне, видимо, от работы Анатолия Григорьевича Ларюнина, ровесника нашего союза, 80 лет и тому, и другому. Выставка, которая открылась в художественном музее, приурочена к 80-летнему юбилею художника. Казалось бы, внушительная дата, но несколько минут беседы с мастером и все стереотипы о возрасте развенчаны. Последние работы, они несколько отличаются по тональности, по цвету, и это говорит о том, что действительно художник молод, сердцем, он ищет все время, не просто ищет, а находит какие-то красивые новые решения. Вот, и поэтому его работы всегда интересно очень смотреть, потому что он творчески всегда на ходу и всегда в движении. Основной круг живописных поисков художника связан с лирическим пейзажем. Каждое движение в природе, мимолетность мгновения художник мастерски передает на холсте. С каждой картиной связана своя история, и лучше других об этом знает супруга Анатолия Григорьевича. Сама погруженная в творчество и вдохновленная народными мотивами. Художник-керамист Галина Сметанина. У нас там овраг есть, куда видно вешними водами, и яблоки скатываются из садов. И со временем, так как уже стали люди мало косить траву, и вырос целый яблоневый сад. Когда вот мы туда пошли, туман был, была невероятная красота, вот это ощущение. Мы набирали полные рюкзаки яблок и снова карабкались вот вверх. И вот это вот ощущение, просто оно лично и мной было пережить. Казалось бы, константиновские пейзажи знакомы наизусть. Художник уже не одно десятилетие рисует есенинские мотивы, но в рассветный час или в осенний туман один и тот же овраг выглядит иначе. Поэтому Анатолий Ларюнин, поднимаясь ни свет ни заря, в свои 80 лет все так же спешит с этюдником к любимым местам, чтобы увидеть их по-новому и запечатлеть на своем полотне состояние. Я очень люблю природу рязанскую, особенно с есенинским уклоном. Там у нас избушка, близко, в селе Фиякино, и поэтому я там по буграм хожу сколько угодно. И зимой, и летом, и весной, и в слякоть, и в дождь хожу, потому что это самые мои любимые такие мотивы. И у есенина это есть, он тоже это все любил. В постоянном развитии и стремлении открыть новый способ передачи состояния природы на полотно, своего настроения и видения в картину, 80-летний Анатолий Ларюнин не останавливается, а его прогулки с этюдником по есенинским холмам замирают на холстах сказочными мгновениями. Выставка «Полюбил я туманы и росы» открыта для посетителей до 29 ноября. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Зима не за горами, и именно сейчас самое время подумать о своем гардеробе. Тверская меховая компания за шубы. Лучшая возможность выбрать верхнюю одежду, подходящую любому вкусу и бюджету. Только пять дней в Рязани распродажи шуб и пальто на Тверской меховой ярмарке. В КВЦ АКА с 4 по 8 ноября. Спешите. Выбор богатый меха различные. В торговом зале представлено более тысячи шуб и головных уборов. Сегодня мы уже больше, чем просто ярмарка. У нас организовано современное российское производство по ГОСТам. Ведется разработка дизайна новых моделей и отбирается лучшее сырье для производства наших меховых изделий. Мы проводим контроль качества каждой нашей шубы. Цены хорошие, качество тоже уже не первый раз покупаем. Хотела внутривую шубу себе купить. Кнорка всегда красива для женщин, впечатление шикарное. Очень красиво, и, наверное, я на это и остановлюсь. Хотелось что-то более оригинальное, наверное, сейчас он в тренде. Пенсионерам при покупке шубы подарок. Любую шубу можно оформить в рассрочку или в кредит. Все шубы соответствуют российским ГОСТам. Гарантия до двух лет. Спешите за шубу и пальто на Тверскую меховую ярмарку. В КВЦ АК по воскресенье включительно. Изделия из золота и серебра, имеющие не только высокое качество, но и дающие возможность подчеркнуть статус обладателя, можно найти в современном ювелирном гипермаркете Якут Алмаз Золото. Именно эти украшения позволят дополнить образ покупателя неповторимым изыском и шармом. Современный ювелирный гипермаркет Якут Алмаз Золото предлагает огромный золотой ассортимент, модное серебро и стильную бижутерию. 25 лет Якут Алмаз Золото дарит радость и красоту вам и вашим близким. Компания Якут Алмаз Золото делает все для того, чтобы ваши драгоценности имели не только высокое качество, но и соответствовали вашему статусу. Мы работаем с лучшими производителями и предлагаем украшения, чья цена соответствует их качеству. В бриллиантовом зале представлен уникальный ассортимент украшений с драгоценными камнями. Роскошные и ослепительные бриллианты, изумруды с их врожденным благородством, рубины, цвет которых ассоциируется с огнем, сапфир, символизирующий дух современности и независимости. Увидев второй зал, можно понять, что в нем украшения отличаются неповторимыми дизайнерскими решениями. Различные камни используются для создания этих уникальных изделий, которые могут подчеркнуть индивидуальность обладателя. Ярчайшие стильные ювелирные изделия с полудрагоценными камнями украшают этот зал. Топазы, аметисты, гранаты, хризолиты, цитрины. Здесь каждый сможет найти что-то для себя, так как представлен безграничный ассортимент на любой вкус. Наши украшения подчеркнут вашу индивидуальность и изысканный стиль. Также во втором зале представлен ассортимент различных групп. Серги, кольца, цепи, браслеты, подвески, часы от известных производителей и ювелирных брендов. Яркие неповторимые изделия можно увидеть в серебряном зале. Узнаем, чем интересны именно эти серебряные украшения и на что настроена концепция коллекции. Серебряный зал удивит наших покупателей. Его ассортимент пронизан мотивами живой природы, будь то морская тематика, цветочный или животный мир. Во многих коллекциях используются не только полудрагоценные, но и поделочные камни, такие как янтарь, нефрит, оникс, агат, лабрадор и бирюза. Украшения с камнями органического происхождения подчеркнут женственность и красоту своей обладательницы. Огромный ассортимент изделий с природными камнями из Индии, Пакистана, Чехии и Бразилии. Здесь каждый сможет выбрать свой талисман. Кроме того, в одном из залов представлена стильная бижутерия, которая пользуется невероятным успехом у любительниц всегда быть в моде. Компания Якут Алмаз Золото предоставляет качественный сервис и индивидуальный подход к каждому клиенту и зарекомендовала себя как надежный партнер. В салонах Якут Алмаз Золото доступные цены и честные скидки. У нас действует дисконтная и бонусная система скидок. Мы оформляем индивидуальные заказы от покупателей, работая с лучшими производителями. Кроме этого, Якут Алмаз Золото предлагает украшения, цена которых соответствует их качеству. Даже если клиент хочет поменять свой стиль, сменить украшения, не откладывая старые ювелирные изделия на дальнюю полку, любой желающий может выгодно приобрести новые. В наших салонах есть услуга. Обмен старого украшения на новое, на максимально выгодных условиях для покупателя. Создать свой стиль с Якут Алмаз Золото очень просто. Изделия из золота и серебра, имеющие не только высокое качество, но и дающие возможность подчеркнуть статус обладателя, можно найти в современном ювелирном гипермаркете Якут Алмаз Золото. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На этом у меня все. Прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин